Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, дайте коням не да добрый меч. Рачью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть по гадам. Дайте коням не да добрый меч. Игрушки, игрушки, вот, пожалуйста. Переварская школа-интернат. Слушай, Алексей Борисович, он всегда интересен. Добрый кольцо. Алексей Борисович, откуда у вас апокатинчик? Новогодний подарок. А судя по здесь, это конфеты для детворых с краской акварельной. Город Ивантеевка. И пойдет этот кросс на Переварскую школу-интернат. Серега Лави. Карцизк. А написано, смотри, Переварская школа-интернат. Вот туда отправил. Особенно, если там есть то, что касается боевых действий. Особенно, если это касается того, чем мы можем помочь всем подразделениям и гражданскому населению. А судя по вот этим наклеечкам, помогаем мы, благодаря кому? Благодаря Глебу Корнилову. Это тот, который. Староуский номер 5. Это я. Вот, а это уже пошла какой-то рычка от кого? От НОД. НОД Москва. Спасибо, господин, у кого-то другого. О, да, кстати. Кстати, да. Макворка самая натуральная. Мазковой. Это уже идет на новогодние подарки для наших ополченцев. То есть, все подарки, которые мы организуем для наших ополченцев, пойдет каждому макворка. Мы не верим, а дайте коням мне, да добрый меч. Братью пойдем, да погоним ворога. Из Москвы, получаем из Ростова, получаем из Саратова, получаем из Костромы. Господину Наипову огромный привет и благодарность за оказанную помощь. Сегодня мы получили очередную партию груза, гуманитарного, от наших друзей. Может быть, это предпоследняя партия груза перед Новым годом, потому что не так просто стало переправлять ее через границы. Возникает масса бюрократических нюансов, которые не идут на пользу. Вот это понятно, но бюрократия у нас непредалимая вещь. По-моему, внешний враг даже менее страшен, чем внутренний идиотизм. Но не об этом. Хочу поблагодарить Глеба Корнилова за оказанную помощь в течение всего этого времени. За все те грузы, которые он нам отправлял, начиная от нижнего белья, заканчивая бронежилетами, начиная от конфет, заканчивая продуктным питанием, овощами и мясом. Просто неоценимая действительно помощь Глеба Корнилова. Эдуард Наибов. Неоднократно тоже помогал нам продуктным питанием. Захар, гуманитарные войска, город Москва, Санкт-Петербург. Тоже хочу поблагодарить этого человека за постоянный вклад в развитие нашего подразделения, в обеспечение его продуктным питанием, формой одежды. Алексей Марков и его друзья из Москвы также помогают нам. Алексей Марков, мало того, что помогает нам в гуманитарной помощи, но и сам стоит в строю. Михайлов Николай Евгеньевич. Неоценимая помощь, которая оказывается им, для своего родного города Кировска, через наше подразделение, через батальон, первый батальон в городе Кировске, который дислоцируется, который состоит практически на 100% из местного населения. Масса, масса, масса других людей. Также Краснодар, казаки Краснодара, огромные вам привет и благодарны за то, что вы нас набжаете подовольствием, и не только нас, но и мирное население в том числе. Хочу также поблагодарить Челябинск. Хочу поблагодарить Красноярск. Хочу поблагодарить Ростов, Кострому, Тулу. Да практически каждый город Российской Федерации внес какую-то свою лепту. Хочу поблагодарить Липецк и многие-многие-многие другие города, поселки, организации, частные лица. Просто всех не перечислить. Если кого-то забыл, имейте в виду, мы все равно вам благодарны. И в той или иной степени мы от вас зависим. Но лучше зависеть от друзей, чем зависеть от обстоятельств, которые работают против нас. А вы работаете только за нас, только для нас. И за это вам огромная благодарность. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что помогаете нам выставить столь трудный час. И с наступающего вас. С Новым годом. Надеюсь, в Новом году у нас все будет получаться намного четче, намного продуктивнее. И мы выстоим. И Новороссия будет. Это главное. Спасибо. И еще одно благодарственное слово хочу выразить именно непосредственно этому человеку. Учитывая то, что она рядом, в отличие от других наших друзей, которые не смогли приехать. Сами понимаете, не каждый может приехать к нам. Главное, что доставляются грузы. Елена Гой, представитель московского НОД. Лично с товарищем Федором мы общались буквально на днях. Елена Гой является его представителем. Я является представителем организации НОД. Народное освободительное движение, которое тоже нам оказывает непосредственную помощь. И довольно весомое. Огромная благодарность им. Огромная благодарность Елене. И дай Бог, чтобы у этих людей было все хорошо в Новом году. И не просто хорошо, а отлично. Спасибо вам, Елена. С Новым годом. С Новым годом. Спасибо. Спасибо. И засияло небо голубое. Волная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне за добрый меч. Ой, что-то мы засидели, братцы, не пора ли нам разгуляться. Русь молодая, силы немеряна. Дайте коням мне за добрый меч. Радью пойдем до погони ворога. Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нас сидеть по дарам. Дайте коням мне за добрый меч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова